Дубль, миллион, сексилион, 300 миллиардов тысяч пятьсот, я не могу снять нормальное приветствие, начать это видео, и потому что я икаю, но вроде я перестала икать, задержала дыхание, и ик прошел, вроде бы, в общем, пока я не икаю, всем привет, очень рада видеть вас на своем канале, если это взаимно, то подписывайся на мой канал, оценивай это видео, ставь колокольчик, чтобы не пропускать ни одно мое новое видео, и пиши комментарий. Сегодня у нас замечательный день, замечательное утро, сегодня суббота, я не ходила сегодня на пары, в принципе, как и неделю вот эту вот, вот, и замечательно себя чувствую, отдохнувшей, творчески наполненной, в принципе, просто наполненной, короче, чувствую себя замечательно, очень рада, что все-таки у меня есть возможность отдохнуть, насветиться каким-то вдохновением, мотивацией и на учебу, и на все, в общем, на жизнь, скажем так. Так, утро прошло у меня тоже замечательно, я проснулась, позавтракала, искупалась, накрасилась, в общем, все, что хотела, то и делала, покушала я замечательные бутерброды с форелью, чтобы вы понимали, я такой любитель рыбы, я очень люблю все, что связано с морепродуктами, и особенно красную рыбу, форель, икру красную, в общем, все, что связано с морепродуктами, я очень люблю, и сегодня завтрак я ела форель, то есть это уже 90% идеального дня. Мама только что сушила голову, мы сейчас уже будем одеваться и выходить на шопинг, в торговый центр, пойдем в торговый центр, который рядом с моим домом, ну, в который мы в основном всегда ходим, всегда с этого ТЦ начинается наше путешествие, а если мы там ничего не находим, а в основном мы там ничего не находим, мы начинаем путешествовать уже по всему Саратову, вот, но сегодня мы только в наш торговый центр пойдем, вот, и еще прикол в том, что, как всегда получается так, мы не знаем, зачем мы идем, то есть у нас нету конкретной цели, что мы хотим посмотреть, надеюсь, что мы сейчас пойдем по пути, обсудим это, и вот когда у нас нету вот этой цели, ну, типа, зачем мы идем, конкретно там джинсы, конкретно там рубашка, конкретно пиджак, ну, допустим, что в голову первое пришло, если мы идем с конкретной целью за пиджаком, то мы ищем его, находим и покупаем, а если мы идем без цели, то мы не покупаем ничего, также есть еще третий исход событий, если мы идем в торговый центр спонтанно, ну, типа, мы пошли, допустим, на каток, а потом по пути просто спонтанно зашли в бифри, допустим, просто пробежаться, мы находим все, что хотели когда-либо в голове, представляли себе что-то, мы находим это и покупаем, мне кажется, это у всех так, это вот три исхода событий, которые могут быть, но сегодня у нас, надеюсь, будет тот, что мы сейчас решим, что мы хотим, и придем и купим, но вот я точно знаю, что нам нужно купить маску для волос, и мы ее 100% купим, но опять же, если не забудем. Кстати говоря, из новенького я уже распаковала свои новые духи, которые я вам уже показывала, мы покупали их во влоге, и пшикалась уже целых два раза ими, и знаете, что скажу, это мой самый теперь любимый аромат, самый вкусный, который у меня есть, и сейчас тоже ими пшикнусь. Они такие еще эстетичные, прям хочется делать какие-то фотографии рядом с ними, типа на фоне их вот так вот положить, даже не ради того, чтобы пшикаться, а просто ради, ну, типа, красивой упаковочки, но нет, это здесь и внешняя сторона красивая, и внутренняя сторона очень красивая. Я как-то снимала, как я пшикаюсь, и у меня в комментариях очень много людей написало, зачем ты делаешь четыре пшика или еще больше, но меньше я делать не могу, такое ощущение, как будто, если я сделаю один раз пшик, то от меня и не пахнет. Но я думаю, большинство меня поймут, но не могу я делать один-два пшика, нужно минимум четыре, а можно и больше. Мама-кудрашка укладывается сейчас моим феном, этим, как эта насадка называется? Диффузория. Вот. Мне так нравится, она как облачка какую-то. Ну, давай, или одеваться, или ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Я одеваюсь, я на том же... И так же, что и ты. Я тебя жду. А ты не жди. Я нужданно кушала. Сказала, уже на полчаса задерживались. На полчаса? Какие у нас с тобой планы, что мы должны купить? Не знаю. Ну, а если подумать? Не знаю. Можно посмотреть? Что посмотрим? Я вот сейчас ребятам рассказывала про то, что если мы идем без цели, мы возвращаемся без покупок. Второй вариант, это мы идем с целью и покупаем то, что мы находим, что хотим. И третий, это если мы идем сплантанно, типа пошли с тобой в фикс прайс, а зашли с тобой в Тау. Мы не знаю. Просто идем. У тебя все есть, у меня тоже. Четыре свадьбы. Четыре свадьбы. Я присмотрела этот сериал, не сериал, программу. Не могу уже. Отлично. Мам, ты и что-то найти, что-то купить, это две разные вещи. Я ничего не продаю. С мамой, в принципе, очень сложно ходить в магазины, потому что ей ничего не нравится, ей ничего не подходит. Цвет не тот, фасон не тот, длина не та, все не то. Наверное, я точно такая же. Одеваемся? Одеваемся. О, мам, смотри! Смотри! Я говорю, все зеленые. Я только что говорила, что мне очень подходит этот цвет. Это мой цвет. Это мой цвет. Это мой цвет. Это мой. Ты его у меня. Это ты, 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 ты. Из филинговала. Ага. Ой, чуть не упала. Мы зашли по пути в еще кое-какой торговый центр. Здесь всегда очень дешевые цены и полно всего. Короче, всякие курточки, дешевые джинсы. Я просмотрю и описываю, что здесь вижу. Всякие кухты, футболки, все-все-все. Ну, типа, ценам рада. Я не знаю, может, так он и называется. Вот. И сейчас тут очень много курток. И это прям шоп. Как много. Сейчас я вам покажу. И покажу, что мне более-менее понравилось. Вот. Зацените. Типа, это все куртки. Это тоже все куртки. И вот это тоже все куртки. Это капец как много курток. Мне понравилось. В принципе, я давно себе хочу какую-нибудь что-то наподобие дубленки. Вот. Прикольная моделька. Но, типа, не очень. И вот это мне тоже понравилось. Сейчас я вам достану даже. Уп-куп. Опа. Тяжелая, блин. И вот такая прикольная тоже моделька. Но материал такой непонятный. Непонятно, будет он промыкать или нет. Неприятный на ощупь. И цена этой курточки. Мы посмотрим. А где? Бесценно, короче, ребят. Все, забираем и идем. Тут еще одна должна такая висеть. Я не вижу цены. Ну, допустим, думаю, столько же она будет стоить, как и вот эта коричневая. На коричневой есть цена. 3,800. Короче, нам на особо-то ничего не понравилось. Просто решили зайти посмотреть. Потому что нам нужна такая и мама, и мне куртка, чтобы ходить приблизительно вот сейчас, когда минус 5, минус 1, плюс 2, плюс 3 вот такую курточку на этот сезон. Ребят, котон сломался. Вы посмотрите, какая пустота. Чтобы вы понимали, раньше все вот это было заполнено вот такими стеллажами огромными. Здесь все тоже было в стеллажах вот таких вот натыкано. А сейчас какая-то пустота. Это какой-то шок. Я не знаю, может быть, они решили его закрыть. Либо просто поменять весь ассортимент. Но, как мама сказала, пора уже давно поменять ассортимент. Потому что раньше мы здесь всегда практически закупались. В Катоне. Но последний, наверное, год-полтора здесь вообще ничего нормального мы не можем найти. Только сказала, что ничего нормального мы не можем найти. Мне понравилась эта вот кофточка. Типа приколдесная. Но я такую, наверное, не буду носить. Для меня это слишком ярко. Зашли в Love Republic, и я просто влюбилась вот в это платьишко. Оно такого кайфейного цвета. И я себе очень давно хочу какое-то верхливое платье с вырезом для пальчика. Мне очень нравится, как это выглядит на девушках. Вот. И самый главный изюм в этом платье – это спина. Вы посмотрите, какая она шикарная. Но я понимаю, блин, что мне некуда одевать такое платье. В колледж я в нем не пойду. Да и, в принципе, редко куда смогу в нем пойти. Такое платьишко вам, девочки, на заметку. 4 тысячи рублей стоит в Love Republic. Блин, очень красивое платье. Если бы... Короче, я бы купила даже тупо вот из-за рукавов. И, в принципе, она очень красивая, но мне некуда в нем ходить. Есть такое черное расцветки. И все. Два цвета. Итак, первая покупочка совершена. Ну, точнее, еще не совершена, но мы идем на кассу. Мы зашли, точнее, в гости. Нашли вот такую кофточку за тысячу рублей. Чуть забыл. Вот это, вот это. Точно? Да. И на ней еще есть компюшон. Это маме. Ей очень понравилось. Все, идем. Все, первая покупка совершена. Тут кофточка и носочки. Сейчас вам расскажу, как так получилось, что мы сэкономили, получается, около 300 рублей. Ну, да, 300 рублей, получается, сэкономили. Мы зашли в Остин, получается, выбрали кофту. Мама померила, подходим к кассе. Нам говорят про то, что если вы сейчас скачиваете приложение Остин, ну, прям на кассе, с помощью их штрих-кода, то будет скидка 300 рублей на покупку. Получается, эта скидка действует от 1000 рублей в чеке. Получается, мы взяли за 999 рублей кофту. И чтобы добить 1000 рублей, получить 300 рублей скидку, мы взяли еще носки за 200 рублей. И получилось, что мы... чек вышел на 100 рублей дороже. Он бы так получился, 999 рублей за кофтой. А эта кофта и носки вышли за 800 рублей, короче. И мы, получается, в плюсе с носками и за 100 рублями. Пришли перекусить. Рассказываю свои фавориты. Это ролл, в принципе, любой. Сейчас мы кушаем в Бургер Кинге в основном. Любой ролл, это мой фаворит. Это мама себе бургер купила. И также, если вы никогда не пробовали, попробуйте брауни с мороженым. Это очень вкусно. Я уверена, большинству понравится. 10 из 10. Все, приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами. И мы тоже кушаем. Всем спасибо за просмотр. На этом видео будет заканчиваться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то жду от вас. Пальчик вверх. Подписочку, если ты еще не подписан. Также не забывай ставить колокольчик, чтобы не пропускать ни одно мое новое видео. И пиши комментарии. Также у меня есть другие социальные сети. Это Telegram и Instagram. Тоже ссылочки есть в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!